Дарья Морозова тоже задает на вопрос, если ситуация с коронавирусом продлится до лета, ЕГЭ будут сдавать онлайн? Ну вот, Катюш, я как раз прерву, я прошу прощения, Елена Георгиевна, может быть, не совсем дам ответить вам на этот вопрос в полной мере. У нас есть на связи сейчас, как раз по скайпу, директор Белгородского центра оценки качества образования Татьяна Чаусова. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Да, добрый день. Татьяна Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, в прямом эфире, как будут проходить единые госэкзамены в этом году? Пока существенных изменений не запланировано. Мы ориентируемся, что у нас будут все те же 36 пунктов проведения экзаменов. Все лица, которые будут привлекаться к ЕГЭ, пройдут соответствующее обучение. Мы будем неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические рекомендации, нормы, правила, такие как генеральная уборка перед экзаменом и после проведения процедуры. Термометрия на входе в место проведения и ношения средств индивидуальной защиты. Также мы постараемся использовать шахматную рассадку для соблюдения социальной дистанции в полтора метра. По рекомендациям и мы не будем привлекать к проведению ЕГЭ лица старше 65 лет. Татьяна Владимировна, вот вы сказали о шахматной рассадке, но это ведь в свою очередь должно повлечь уменьшение числа школьников в одном классе. И, соответственно, вам, наверное, придется расширить число пунктов приема экзамена. Да, мы постараемся, чтобы в аудитории было не более 10 участников экзамена. И летом на ЕГЭ мы планируем задействовать большее количество пунктов проведения экзамена. Ранее мы планировали задействовать всего 80. А в случае, если будут карантинные мероприятия, мы будем предлагать, чтобы процедура проходила на базе образовательных организаций, где и обучаются на текущий момент девятиклассники. Увеличивать пункты по ЕГЭ мы не планируем, так как количество участников незначительно увеличилось по сравнению с прошлой летней экзаменационной кампанией. Татьяна Владимировна, скажите, вот я знаю, что планируют сейчас изменить расписание аттестации в одиннадцатых и девятых классах. Сориентируйте, пожалуйста, на что нужно обратить внимание старшеклассникам и их родителям? Вы знаете, сейчас мы в области, как и все, наверное, готовим две модели проведения экзаменов. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией. Но уже сейчас точно можно сказать, что итоговое собеседование в девятом классе запланировано на 10 февраля, и оно остается в эту дату. А итоговое изложение сочинения, которое в одиннадцатом классе является допуском государственной итоговой аттестации, перенесено с декабря на новую утвержденную дату 5 апреля. И нужно обратить внимание на то, что придется заново подавать заявление на участие в итоговом сочинении изложений одиннадцатым классом, даже несмотря на то, что если вы уже писали такое заявление в ноябре и не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей процедуры. Хочу сориентировать и сообщить, что вся необходимая информация находится на сайте департамента образования. Также там размещены соответствующие приказы, которые позволят сориентироваться. И хочу сказать, что на случай серьезных карантинных мероприятий мы будем разрабатывать и применять дистанционные образовательные технологии для проведения итогового собеседования в девятых классах. Понятно по срокам. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, а какие-то новшества в самих экзаменах в этом году планируются? Да, Алексей, планируется. У нас информатика и КТ для одиннадцатых классов будет проходить в компьютерной форме. Но это не значит, что все задания участники экзамена будут выполнять только на компьютере. Все-таки у нас сохранился ряд заданий, которые участники будут выполнять вручную. И департаментом образования определены семь пунктов проведения экзаменов. Мы уже потренировались 19 ноября, апробацию провели. Все прошло в штатном режиме и планируем как минимум еще два раза потренироваться по новой технологии в новой форме.